МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. -"11.05 в Кирове". Это программа -"Урбан". В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Здравствуйте. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели. По средам. В 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. Да, действительно, уже 11.06. Уже исполнилось. Давай сразу скажем, что у нас сегодня два часа распределены между программой Урбан и Дневным разворотом. В первом часе полностью мы будем поговорить о проекте Дендропарк. Новая жизнь. И мы хотим... Естественно, мы привязываемся к тому, что в Дендропарке открылась освещенная трасса, и не одна. И мы пригласили сюда людей, которые стояли и у истоков этого проекта, и подключаются уже на этом этапе, потому что проект продолжается. Напоминаю, что проект Дендропарка. Новая жизнь. Входит в группу проектов, так сказать, в пакет проектов, которые разрабатываются, обсуждаются и продвигаются. Группа Киров меняется при городской администрации. И практически все, кто здесь сейчас в студии находится, этим занимаются очень активно и непосредственно. Но что касается проекта Дендропарк. Новая жизнь. Он свое такое название обрел в прошлом году, когда нужно было систематизировать все проекты. А вообще-то мы им занимаемся уже четвертый год. Перестройка четыре года назад. Я обратилась сейчас к Вере Власовой, журналисту, общественному активисту, руководителю пресс-службы Кировского КССК, потому что Вера стояла у истоков этого проекта. И, в общем, он зарождался в этой студии. И мы здесь как раз его обсуждали, понимали, что это нужно делать, привлекали всех заинтересованных лиц. И самым главным и надежным нашим партнером в этом проекте стала компания «Железно». Компания «Железно», которая сразу же мгновенно восприняла этот проект как свой родной, поняла, почему он необходим обществу, почему он необходим жителям Кирова и Нововятска. И включилась мгновенно в этот проект. И у нас есть представитель компании «Железно» сегодня в студии, Юрий Перминов, исполнительный директор компании. Добрый день, Юрий. Добрый день. И у нас есть наш коллега, соратник Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, активист, члено-рабочая группа Киров, меняется администрация города Кирова. Гриша, привет. Добрый день. Я сокращенно назвала Федерацию велосипедного спорта, чтобы долго-долго не представлять себя и все регалии не подтверждать. Кроме того, и это очень радостно, у нас здесь еще один участник этого проекта. Я уж не знаю, по доброй воле оказался этот участник втянутый в эту историю. Но я думаю, что да, потому что Андрей Березин, соучредитель... Соучредитель компании «Система Глобус» и член общественной палаты. Нету компании «Система Глобус», только что тебе говорили. Группа предприятий «Система Глобус». Андрей, поправьте на вас. Нет, компания, все правильно было сказано. Да, компания «Система Глобус» и член общественной палаты Кировской области. Всех приветствую, всем можно еще раз поздороваться с нашими слушателями. Добрый день. Вот смотрите, значит, буквально на днях, ну, 19 декабря, вышел пресс-релиз правительства Кировской области о том, что обновленный дендропарк в Кирове торжественно открылся. И мы видели фотографии с прекрасной входной группой, такая арка красивая, дендрологический парк, освещенные трассы прямо в лесу. Напоминаю, что речь идет о лесистой части дендропарка, который не несет на себе научной нагрузки. О ней именно мы говорили в течение этих четырех лет, и задача была поставлена каким образом? Вера, расскажи, пожалуйста. Изначально, конечно, множество вопросов было относительно внешнего вида дендропарка. Многие знают, очень многие там были, там проводятся прекрасные фотосессии. И природа на самом деле великолепна в любое время года, и это отмечают все, и жители Новоавиатской, Кировчане, эти люди, которые приезжают в лесу, судя в город Киров. Но не оставалось незамеченным то, что, во-первых, дендропарк долгое время, там где-то 2-4, а то и 6 лет, не обрабатывался против клещей. То есть те люди, которые приезжали туда погулять, походить... Рисковали своим здоровьем. Рисковали своим здоровьем. Там очень много детей, и там тоже находилось определенное время. Кроме этого, вопросы вызывали нависающие ветки. Естественно, поскольку финансирования дендропарка не было, это была, насколько я понимаю, федеральная земля, городу она не принадлежала, Новоавиатску она не принадлежала, не было средств, не было финансов, чтобы за всем этим делом ухаживать. Соответственно, заросшие территории, соответственно, отсутствует почти уборка. Там дворник на самом деле прибирался, но это было довольно-таки редко. И, конечно же, очень грустно было наблюдать то, что происходит с так называемой неоккультурной частью, происходило с неоккультурной частью дендропарка. То есть мы все знаем, что он делится на две части. Первая – это там, где как раз редкие породы деревьев высажены, где-то все красиво. Ландшафтный дизайн был применен... Когда-то. Когда-то, да-да-да-да. Там в определенной форме насаждение сделано. А вот в дикой части там был просто какой-то ужас. Туда приходили люди на шашлыки, что запрещено на территории дендропарка было, потому что это памятник природы. Вот таким образом мы получили такую вот не совсем приятную картину дикой местности, которая, по сути, как будто бы никому не нужна. При этом она парк. При этом она парк, при этом она памятник. И людям там очень хорошо. Дополнительно еще навязывались истории с использованием земель, получением коммерческой выгоды. То есть там на плюшках-ватрушках катались. Там были какие-то постройки совершенно непонятного назначения. Эту проблему надо было решать. Вы знаете, как у нас общественность реагирует? Что если не трогать, то пусть оно так и будет. Бояться, чтобы хуже не было. Уже ничего лучшего не хотят, бояться, чтобы хуже не было. Но оказалось, что люди хотят. И мы говорили о том, что, к сожалению, в Кирове и до сих пор такая ситуация, очень мало загородных парков, вот таких лесистых, с большими трассами, освещенных, чтобы в нашем климате, на нашей широте и долготе, где очень длинный зимний период темно и очень короткий день, появились освещенные трассы, чтобы в любое время, особенно людям, которые заняты на работе, можно было прийти и не просто прогуляться, но еще заняться какой-то физической активностью. И мы это абсолютно все осознавали. Потому что, напоминаю, что только в Порошино один километр освещается фонарями слабыми, и до сих пор только один километр. И этого было, конечно, недостаточно. Я помню, что на старте проекта проводили тогда опрос среди жителей города, и вот фонарное освещение, это, по-моему, был самый популярный ответ, что можно сделать в дендропарке, сделать освещение. Да, вы правы. Давайте вспомним, во-первых, про то, что на тот период вообще очень слабо была развита история с развитием зеленых зон, не только, вот как вы говорите, крупных парков вокруг Кирова, но и на самом деле в самом Кирове. То есть это совершенно было, ну, мягко говоря, никому не нужно. Да, и как, Анна, правильно вы отметили, был опрос, мы проводили его. И неоднократно. И неоднократно. Очень крупная история была, когда мы стремились узнать, что же люди хотят видеть в подобного рода парках. Мы привозили примеры европейских центров таких вот отдыха, зеленых зон, каких-то крупных региональных проектов в Москве, в Петербурге, еще в крупных городах, как это все там происходит. Очень много вариантов компания «Железная» в тот момент предоставила совместно с компанией КТ, если не ошибаюсь, да, были разработаны проекты. Прекрасные лавочки, урны, пешеходные зоны, утрамбовка грунта для того, чтобы там сделать велосипедные дорожки, пешеходные дорожки, лыжни, каток. То есть проект был очень большой. И действительно участник, всем неравнодушным была предоставлена возможность выбрать, что вы хотите, чтобы в первую очередь самое главное появилось в Дендропарке. Потому что ресурсы любого предприятия финансовые ограничены. Нужно понять, что вот самое главное нужно сделать. Да, давайте обратимся сразу к активистам сначала пройдемся. Да, Григорий Долгих, Гриш, ты тоже подключился к этому проекту. Как-то прям буквально на начальном этапе мы тебя привлекали, как человека, который профессионал именно в активных видах спорта, тех видах спорта, которые можно реализовывать на открытом пространстве, на природе. И я знаю, что это неоднократно. И в последнее время тоже совместно с компанией «Железная» исследовала эту территорию. И обсуждали то, как удобно передвигаться по этим трассам не только внутри Дендропарка, но и история более обширная такая, да, как выезжать. У нас вот ведь еще большая проблема, оттуда доехать надо, и выехать оттуда тоже нужно. У нас коммуникации, кроме одной асфальтовой дороги, практически нет. А вы железно прорабатывали возможные маршруты, чтобы можно было передвигаться на выходе. Да, все верно. Мы начали, ну, скажем так, использовать Дендропарк много лет назад, тоже то ли 10, то ли 15 лет назад было. Мы начали пройдить там любительские велосипедные соревнования, потому что по этим аллеям, плюс там довольно-таки хороший рельеф, в меру крутой, идеально для того, чтобы пройдить там именно любительские велосипедные соревнования. Вот. И основная проблема, действительно, да, это как туда добраться. Вот. Но мы к этому вернемся еще сначала по поводу того, что мы с железной работали. Компания железная давно хотела сделать там дорожки, но ввиду определенных проблем с законодательством они этого делать не могли. Вот. И в этом году мы, наконец-то, подошли к вопросу именно уже практики. То есть мы собрали, скажем так, своего рода активную группу, сели себе на велосипеды и полностью прокатили по всему Дендропарку для того, чтобы понять вообще, насколько это удобно, что где нужно сделать в первую очередь с точки зрения именно логистики для велосипедиста. Вот. И как раз после этого там родился мост. Потому что мост – это связующая, по сути, вот этой старой части неиспользуемой с… С Дендропарком. Да, с Дендропарком, да. Вот мы буквально в эти выходные, в воскресенье, как раз у нас урок велошколы был, мы приехали в Дендропарк, стало реально гораздо быстрее и удобнее там ориентироваться. Единственный момент, что да, сейчас в ночной период, в вечерний, все понятно, куда ехать, потому что есть фонарики, но хотелось бы, конечно, еще иметь какие-то таблички просто. Навигазатели. Навигация. Потому что, когда подъезжаешь к карту, да, ты ее какой-то несколько секунд держишь в голове, когда ты заезжаешь в парк, ты забываешь, куда ехать. Это лес. Да, это лес. Это предстоящая работа. Мы об этом поговорим. Сейчас у нас короткий перерыв, полминуты, и перейдем к компании «Железно». Урбан. Программа о городских проектах. Полностью сегодняшняя программа «Урбан» посвящена проекту «Дендропарк. Новая жизнь». Поздравляем нас, товарищи, с тем, что в Дендропарке появились освещенные трассы. И вот мы сейчас напомнили, как все начиналось, и должны подключить, безусловно, Юрия Перминова, исполнительного директора компании «Железно». Юрий Александрович, скажите, сейчас, вот от этого момента отталкиваясь, вот сейчас, когда вы видите, что работа сделана, я знаю, как тяжело проходило это все, потому что, правда, очень сложно, не было опыта в Кирове и в Кировской области работать с такими пространствами, с территориями, где сложные юридические моменты возникают. Земля принадлежит федерации, парк принадлежит области, а пользуются ей горожане, Киров прежде всего, и Новоавиатск. И все эти регулирования нам не удавалось никак вот это все продвинуть в течение трех лет. И в этом году мощное движение пошло буквально с прошлого года. Ровно год того, 26 или 27 декабря, Васильев вместе с Захаровым, вместе с Лукоилом выехали на место, и там на месте принимали решение, что все, ребята, уже отступать некуда, надо принимать решение. Потом зимой это все так тянулось, 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 и с весной, наконец, заработало. И за вот короткий промежуток времени, после того, как юридические вопросы были решены, произошли все работы. Да, буквально за осенний период мы прошли с весны экологическую экспертизу проекта, чтобы проект был согласован в Министерстве природных ресурсов Кировской области. И после этого мы получили буквально, наверное, в августе месяце разрешение для того, чтобы эти работы какие-то можно было сделать. А именно, мы построили два мостовых перехода через два оврага. Это все проходило уже в октябре месяце практически, когда, ну, как бы, сами понимаете, сезон уже ушел весь теплый. Мы выполнили освещение, буквально там за четыре недели с помощью, там, гор-электросети они выполняли эти работы. И попытались уложить щепу, древесную щепу, на те дорожки, которые вместе со всеми активистами и жителями динропарка согласовывали. Это пешая дорожка и дорожка для, в зимнем варианте, для лыжников. То есть люди принимали участие, да, определяли какие-то расцены, нужны в первую очередь? Да, прошли публичные слушания, где-то примерно, наверное, в июне в администрации Новоавиатского района. То есть люди проголосовали. Да, нужно это, хотим, в первую очередь. И поэтому именно эти работы на те предполагаемые инвестиции, которые были определены на старте, ну и были выполнены. Вот буквально за короткий период времени, возможно, даже за полтора месяца. Ну вот так вот по ощущениям. Все это закрутилось очень быстро, поэтому результат при первых красивых похолоданиях, которые прошли в городе Кирове, не заставил себя долго ждать. Впечатления у всех жителей, в том числе и у губернатора, были очень приятные. Надо сказать, что план был у нас немножечко другой на начальном этапе, мы договаривались. Смотрите, история была про то, что вот есть общественный запрос, есть желание жителей что-то преобразовать. Мы знаем ограниченные ресурсы бюджета, а что касается Дендропарка, Вера абсолютно права, их вообще не было. Там даже не было надзирающей организации. В первое время, извините, я поправлю, а потом Дендропарк был передан на Леспомышленный кончик. Да, это очень долгая история. Который, между прочим, мне очень рад был. Кто отвечает вообще. Очень рад был, насколько нам известно. Да, да, да. Но мы всячески втягивали. Важно было, что вот есть запрос общества, необходимо найти средства, найти бизнес, который в этом заинтересован, а, собственно, роль чиновников снимать бюрократические барьеры. И это результат уже вот наших усилий. Это такой вот уже, можно сказать, образец того, что мы сделали. Можно сказать, что мы этого достигли. Но что касается вот коротких сроков, действительно, это была большая проблема. Потому что, ну вот, всё уже, да. Что можно сделать за месяц? И тот результат, который мы видим, это, конечно, большое достижение. Здесь упомянул Юрий Александрович Министерство природопользования. И мы должны поблагодарить лично Аллу Викторовну Албегову, Министерство охраны окружающей среды. Оно называется, я правочку вношу. Теперь так. Да, пожалуйста, да. Экологии и природопользования. У нас с самого начала очень активно включилось. Если мы будем потом говорить о мероприятиях, которые мы на начальном этапе организовывали в Дендробарке, тоже спасибо ей большое за участие, за привлечение активной массы людей. На самом деле, люди, мне кажется, одну из решающих ролей сыграли во всей этой истории, потому что именно за счёт общественного мнения, за счёт активности, населения Нововятского района и города Кирова, у этой истории получился вот такой положительный исход. Ну вот смотрите, ещё один вопрос Юрию Перминову, исполнительному директора компании «Железно». Я не знаю, с какого момента вы лично подключились к этому проекту. С Юрием Анатольевичем Захаровым, да, мы часто здесь встречаемся. Ну, с самого начала хорошо, что мы это выяснили. Что было главным, что было главным в принятии вот этого решения, что вы, да, вы включаетесь в этот проект? Почему? Вы туда вошли? Ну, мы, как компания «Железно», мы всегда пытаемся создавать среду вокруг наших проектов. То есть это для нас ключевым преимуществом является. То есть для нас даже не было вопросов о том, как бы, участвовать в этом проекте или нет. Мы всегда пытаемся оставлять после себя не только ту территорию, которая в рамках участка нам принадлежит под застройку, но и пытаемся благоустроить всю территорию вокруг, прилегающую к ней, как общественное пространство. Там какие-то сейчас вот вещи в Метрограде будут происходить подобного рода. А там елки-парк у вас прилегают к дендер-парку? Да, то есть прилегают... Мы там... Доходило до того, что нас обвиняли во всех грехах. Я это помню. Говорили, да. Будем строить, построить дома. Ну, слава богу, не захватили. Вот сейчас уже заканчиваем с этим проектом, для нас очень важным с точки зрения статуса. То есть проект был там признан даже на российском уровне, вошел в тройку региональных проектов, которые были застойны архитектурной премией, премии Министерства строительства. Поэтому для нас не было вопросов о том, как бы, участвовать в этом проекте или нет. Мы, понятно, были в ограниченных возможностях с точки зрения денег. То есть сделать все, что было придумано в эскизном проекте мы физически не могли. Но то, что смогли, мы сделали. Ну, потребовалось, конечно, 4 года. Ну, и что касается денег, я почему об этом заговорила. Мы думали, что мы плавно в этот проект войдем. И для того, чтобы ресурсы распределить, вот в год там по миллиону, чуть, может быть, побольше будем вкладывать. Но поскольку затянулись вот эти все процедуры, согласования, принятие решений, и потом сказали, все, мы приняли, давайте нам за полтора месяца сделайте. Быстро делаем, да. То железно, надо сразу сказать, железно свой бюджет, который выделялся на этот проект, который должен был вот так вот быть растянут, пришлось его увеличить, и даже больше, чем в два раза. Да? В районе 5 миллионов железного вложил в этот проект. Четыре года назад Юрий Анатольевич публично обещал вложить миллион рублей, на старте оценивал свои риски. Каждый год по миллиону, вообще-то Юрий Анатольевич тут говорил, что будем вкладывать, будем двигаться плавно. А потом вот ухнули и сказали, давайте нам на гора вот это вот все. Надо сказать, надо вспомнить Лукоил. Лукоил в прошлом году миллион перевел. Перевел денег на этот проект. К сожалению, с Лукоилом дальше посотрудничать не удалось. Вот у меня личных контактов, там выхода не было. Ну и, собственно говоря, и правительство тут не подключалось. Но, надеюсь, может быть, подключится. Смотрите, какая история. Очень важно. Вспоминайте Дендропарк. Я как автомобилист, и ты, наверное, как автомобилист помнишь, что главный вход в Дендропарк не имеет парковки. Там глиняное поле. На самом деле он имеет некую территорию, на которую можно, конечно, припарковать машину, но, мне кажется, это можно сделать только в сухое время года. И в резиновых сапогах. И в резиновых сапогах, если это дождь, да. И понятно, что туда ты ни с детьми не поедешь, ни с велосипедом, наверное, и неудобно там выгружаться, да, ну, неудобно. Ну, с детьми, понятно, ездили, но, конечно, на подмороженную почву лучше было ставить автомобиль. Что сейчас у входной группы есть? С другой стороны, надо сразу сказать, вот, да, со стороны со своей стороны, то есть со стороны нашего проекта, со стороны проекта «Делки парк» мы поставили входную группу, это металлическая арка, которая символизирует, что это памятник природы, федерального значения динерологический парк, и его подсветили, да, то есть таким образом создали визуально объект с информационными табличками, со схемой динерпарка там, ну и так далее. То есть центром притяжения общественности с этой части предполагалось, как бы, наш проект, проект «Елки парк». Там есть какие-то возможности для парковок автомобилей, для велосипедистов там некая инфраструктура есть. Поэтому мы надеемся, что эта часть тоже будет каким-то образом общественно развиваться. Но с той стороны, как бы, с основной части входа… Со стороны улиц, со стороны дороги. Да, да, с стороны дороги, с стороны улицы Советская, там сейчас, по-моему, вот, там, к сожалению, парковаться пока невозможно. Там, во-первых, уклон рельефа создан, то есть за счёт этого как бы не влага, которая из осадков выпадает, она здесь и остаётся. То есть дорога выше, чем вход в парк. Да. Мы обсуждали, когда мы обсуждали этот проект, мы говорили, что человеку, который приехал в диндропарк, должно быть удобно во всех отношениях. Вот теперь по дорожкам удобно будет ходить и уже удобно ходить, но человеку нужны ещё и другие обстоятельства, да, которые будут его радовать. Это, извините, парковка, и я знаю, что всё равно там будет большая парковка, и там, я не знаю, я хотела вчера доехать, честно, но сил не хватило, у меня есть такая задача, большая парковка, чтобы можно было поставить автомобили приезжающим, а не только жителям Ёлки парка, что там будет находиться здание, в котором можно будет разместить прокат, туалет, кафе, магазин. Мы здесь это обсуждали в этой студии. Эти планы не изменились? Ну, сейчас на входе в наш проект со стороны улицы Советской появился объект торгового назначения, коммерческого назначения, который может получить в будущем развитие. Это объект с красивой индивидуальной архитектурой этого объекта, это торговый центр, который может наполняться различными коммерческими составляющими. И мы надеемся, что от этой коммерческой составляющей будет развитие общественной зоны, общественных пространств в будущем, и диндропарк в том числе. Вот мы переходим к компании «Система Глобус», к Андрею Березину, и я знаю, почему мы пригласили Андрея. Я это выяснила не очень давно, что как раз «Система Глобус» заходит на этот объект, а «Железный», между прочим, долго достаточно искала ключевого якорного арендатора, потому что очень важно было, чтобы это был надежный партнер. И комплексный. И комплексный, и партнер, который не только свои коммерческие, не только свои коммерческие преследуют цели, но еще и будет работать в парадигме вот этой всей системы, да, развития диндропарка, потому что, да, нам нужны прокаты для того, чтобы осуществлять там активность какую-то, чтобы люди могли взять, там, не знаю, лыжи, палки для скандинавской ходьбы, там, велосипеды возможные. Андрей... Мы сейчас как раз концепцию продумываем, так что вы говорите, говорите. Я могу листочек дать. Две минуты до перерыва. Как вы вошли в этот проект? Ну, за две минуты, наверное... Нет, мы продолжим. Да, сложно успеть. Немножко издалека начну. Вообще, проект компании «Железный елки-парк», он уникальный. На нем можно говорить очень-очень долго. Проще один раз туда приехать, увидеть его инфраструктуру, благоустройство, архитектуру. Ну, вот я, когда первый раз там оказался, я, честно скажу, я даже не ожидал увидеть то, что я увидел. В Кирове. Потому что я много где был, я много что видел. То, что я увидел в Кирове, это была часть действительно такой вот благоустроенной Европы. И то, что компания «Железный» взяла на себя дополнительные обязательства по благоустройству «Дендропарка», на собственный счет, не имея никаких мыслей дополнительного заработка, потому что давно у них уже все там продано. И ценность недвижимости за счет этого, безусловно, не вырастет сейчас. Ну, такие проекты, такие решения в Кирове, да, мы понимаем, что происходит здесь там в бизнесе, как ведут себя там коммерческие компании. Но за это действительно нужно уважать компанию «Железный» за то, что они там свои обязательства выполняют, отвечают за свои слова. Вот. И когда компания «Железный» предложила нам поучаствовать в этом проекте, мы там недолго думая, вот согласились, но при этом понимаем, что участие в этом проекте тоже для нас большая ответственность, мы не можем сделать плохо, потому что там все сделано настолько хорошо, что нужно этому всему соответствовать. Поэтому мы договорились, мы вошли в эту площадку, полностью забрали ее под себя, ну и приняли решение, что арендаторов там никаких не будет, практически все площади мы будем использовать сами. Единственный будет арендатор – это аптека, которая необходима для этого микрорайона, ну, аптечный пункт, там необходимы все лекарства для жителей. Еще и аптека будет. Да, есть будет, ну, то есть там будет четыре основных направления, это будет супермаркет. Давайте скажем, да. Да, успеваю я, да? Да, 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 конечно. Это будет супермаркет, торговый зал, средний плюс, ну, относительно других наших супермаркетов, примерно в районе 600 квадратных метров, то есть средний там 450-500 идет. Причем это будет супермаркет, который будет, во-первых, новой концепцией для нас, он будет чуть-чуть даже отличаться, потому что мы стараемся в дизайне, в оборудовании находить какой-то эко-стиль, то есть эко-стиль, который будет как раз подходить под соседний дендер-парк, который у нас там находится. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Я могу только сказать, что эко-стиль и здоровый образ жизни, весь проект дендер-парк «Новая жизнь» посвящен здоровому образу жизни, это одно из направлений, которые сейчас система «Глобус» активно внедряет, мне кажется, уже внедрила во всех своих магазинах. Ну, практически во всех, да. Практически во всех, потому что, когда заходишь в магазин, ты видишь прекрасные прилавки со здоровым питанием, и, слава богу, я вот сейчас наблюдаю, у нас тут тоже недалеко есть, что всё больше и больше людей туда подходит и выбирают для себя вот продукты, которые раньше на стол на свой там не ставили, да. Это тоже говорит о том, что интерес растёт, и вот здесь, да, есть пересекающийся интерес железно, наш интерес и система «Глобус». Прерваемся на полторы минуты. Дентропарк «Новая жизнь» про этот проект мы сегодня говорим и уже перешли к планам, которые в это мгновение реализуются и будут реализованы в ближайший год. К дополнению. Да. Юрий Перминов, исполнительный директор компании «Железно». У нас в гостях Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель компании «Система Глобус». Вера Власова, журналист, общественный активист, руководитель пресс-службы КССК. Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, активист, член рабочей группы «Киров меняется» при администрации города Кирова. Я специально так говорю, просто я очень хочу, чтобы наши слушатели и горожане понимали, что вот такой деятельностью занимаются люди, которые не на освобожденных должностях по активистской какой-то деятельности. И зарплату за это не получают. Зарплату не получают городской администрации, в правительстве и так далее. Это люди, которые объединились вокруг одной идеи серьезной. У них есть отдельная основная работа, точно так же, как у нас с тобой, Аня, да? Но они еще вкладывают свои силы в такие проекты. И это важно. Итак, Андрей Березин, продолжаем разговор с вами. И мы понимаем, что вот сейчас уже торговый центр, торговый объект у входа в Дендропарк со стороны елки парка в ближайшее время будет сдан. Ну, я думаю, в январе месяце он будет сдан, и в марте месяце мы планируем уже открытие супермаркета. Мы выяснили, супермаркет будет порядка... Нового формата, порядка 600 метров. Он будет, да, немножко отличаться от того, что мы даже делаем сейчас, те новые объекты, которые мы делаем немножко по оборудованию, по дизайну, может быть, по каким-то товарным группам. То есть, безусловно, это будут все эти новые товарные группы, которые мы сейчас развиваем. Там орехи, сухофрукты, которые сейчас на развес у нас идут. Здоровое питание. Здоровое питание. Ну и вообще в концепции у нас есть развитие групп рыба, мяса, фрукты, овощи, пиво. Ну, немножко в другом направлении, чем это мы делаем сейчас. На следующий год у нас в концепции есть развитие каждой из этих групп. Что касаемо конкретно объекта, о котором мы сейчас говорим, это там торговый центр, можно его назвать. Ну, торговый центр, наверное... Хочется как-то по-другому назвать сразу. Да, это громко сказано, потому что там не будет никаких там магазинов, в плане того, что там не будет никакой аренды. То есть, там будет, вот, как я и сказал, четыре направления. Это аптека, это супермаркет, это будет кафе-пиццерия семейная, которую мы будем делать там сами, немножко тоже в таком новом для нас формате. Будет там и детская игровая зона. То есть, она будет именно направлена на семейный отдых. Вообще, не только на территории Ёлки-парка, на тех, кто живет там, но и вообще на весь Нововятский район. Ну, и на нас, кто приезжает туда. Кто приезжает в Дендропарк, конечно. На весь Нововятский район. И для гостей, конечно же, Дендропарка, которые будут туда приезжать. Вот там у объекта достаточно большая парковка, благодаря компании «Железная» получилась порядка 80 машин и мест. То есть, там будет удобно и припарковаться, и в Дендропарк сходить погулять. Заезжать туда нужно будет через Ёлки-парк, я правильно понимаю. Да, через Ёлки-парк. Ну, это практически у трассы находится объект. То есть, там небольшой поворот. Тем более, компания «Железная» там планирует еще и светофор установить, что будет достаточно удобно в плане въезда-въезда. Большая удобная парковка. Очень красиво сделана компания «Железная». То есть, материалы, которые там используются. Там не асфальт, то есть, там везде брусчаточка. Везде очень красиво будет. Детская площадка на улице. Плюсом ко всему, вот внутри будет детская игровая зона для детей. Вот ты говорила вчера об этом как раз. Что хорошо бы вот такие зоны. Вот они будут. Это я Канега вращаюсь сейчас. Четвертое направление, которое будет развито в этом объекте, это будет прокат инвентаря для активного отдыха, там всесезонный и для летнего периода, и для зимнего периода, как раз для того, чтобы можно было там, ну, там не везти ничего с собой. Ты приехал, взял велосипед, поехал, покатался, там, не знаю, там, взял лыжи, поехал, покатался по освещенной трассе. Поэтому вот... Взял ватрушку. Ну, возможно, плюс рядом стадион Россия, опять же, тоже там несколько там различных спортивных объектов, где можно будет это вот все как-то в едином комплексе использовать, такая достаточно интересная получается зона отдыха. То есть сам объект Юлки-парк очень интересный, там, дендропарк, который, слава богу, сейчас действительно парк стал, да, а не просто какая-то зеленая зона рядом с городом. Плюс и, в первую очередь, и для жителей Новоядского района, где не так много вообще объектов, где можно проводить время, свободное время со своей семьей, это будет, мне кажется, очень востребовано. Цивилизованно проводить время, потому что, вот смотрите, сейчас наличие проката, наличие аптеки, это неважно, наличие магазина, наличие пиццерии и туалета, я настаиваю. Ну, безусловно, само собой. Это позволит нам проводить время в дендропарке и на открытом воздухе и на территории прилегающей к дендропарку гораздо больше времени. Можно выехать всей семьёй, не заботясь о том, что вот ограниченное время в силу физических там, да, особенностей организма человека, ну, собственно говоря, то есть погулял, поел, ещё раз погулял и так целый день. Светлана, не надо забывать, что всё-таки, если мы говорим о формате семейного отдыха, то это дети, если взрослый человек может свои, не знаю, потребности каким-то образом усмирить, то ребёнку-то, конечно, нужно это всё. То даже в большей степени, наверное, не время проведённое там и качество этого времени. И качество. Каким образом вы его проводите? Да, и время, и качество, безусловно. Ну вот сейчас, кстати говоря, нужно как раз ещё раз подробнее об активностях поговорить. Гриш, на тебя смотрю. Смотри, вот открытый воздух, ты всегда вот сторонник того, что на открытом воздухе и велосипеды и всё прочее, это очень полезно для качества жизни, действительно. Вот тот комплекс, который ты сейчас слышишь, он отвечает запросам, как ты думаешь, горожан? Как ты его оцениваешь? Что предлагается? Ну, у нас такие комплексы пока что только один, это Порошино. Но в Порошино добираться не очень удобно. То есть это либо на машине, там можно пробку вставить, либо на автобусе, на велосипеде до Порошино доехать. Очень некомфортно. Мы развиваем со своей стороны филейку, наш велопарк. И третья такая площадка – это Дендерапарк. Но Дендерапарком опять такая же проблема, как и Спорошино, нет логистики пока велосипедной. То есть, соответственно, для того, чтобы добраться туда на велосипеде, это нужно либо свой автомобиль, велосипедный автомобиль, ехать туда, разгружаться, там кататься и потом обратно. Либо ждать, когда откроется прокат. Либо ждать, когда откроется прокат. Либо рискуясь жизнью ехать по улице Ленина. Ну, что мы сейчас и делаем, собственно. Особенно небезопасный участок – это у нас от Честных до села Красного, и вот там кусочек как раз до Дендерапарка. Там расстояние буквально несколько километров, но, к сожалению, эти километры приходится двигаться именно по очень оживленной дороге. То есть машины приезжают очень быстро рядом, то есть с ребенком уже не поедешь никак. Вот, у нас сейчас в проработке проекта велосипедной дорожки, которая будет соединять у нас несколько микрорайонов, и, соответственно, у нас начинается на набережной Грины, проходит через сеть Жовских озер, Вересники, потом это уходит по Верхосунской вплоть до Солнечного берега, и потом как раз выходит уже на существующую дорожку, которая идет вдоль Лосева. Вот. И следующий участок, как раз от которого я говорил в начале, от очистных до Дендерапарка. То есть при наличии такой велосипедной дорожки мы обсуждали уже неоднократно, просто сейчас я действительно заинтересовалась администрацией. Сити-менеджер в курсе? В курсе, конечно, да. Даже было, скажем так, постановление о создании рабочей группы, но пока мы еще в этом году не собираемся. Надеюсь, что в начале следующего... В владениях находятся конкретные участки на протяжении всей этой велосипедной дорожки, и каким образом можно ее запланировать. То есть и, соответственно, в какой бюджет и чего в дальнейшем ее включать. Ну, фактически из любого района города можно будет на эту дорожку выехать или выйти пешком. И вдоль реки практически не пересекается. Немножко урбанистики. То есть у нас в велодорожке есть магистральная, которая соединяет конкретно две большие точки, то есть спальный районный центр города. Вот есть локальный, который соединяет как раз какие-то небольшие расстояния до трех километров. И рекреационные, которые проходят в зонах, где человек просто едет, наслаждается природой, дышит свежим воздухом. И вот эта велосипедная дорожка, почему мы на ней сделали акцент? Потому что она как раз уникальна, она универсальна. То есть она, с одной стороны, транспортная, потому что соединяет нас на Авиатск, Солнечный берег, Ленина и центр города. С другой стороны, она рекреационная, потому что она проходит практически вся вдоль берега реки. И у нее всего, если не ошибаюсь, три или четыре пересечения с автомобильными дорогами. И это не самые оживленные дороги. Ну вот я сейчас к члену общественной палаты Кировской области обращаюсь к своему коллеге Андрею Березину, который входит в комиссию по урбанистике, инфраструктуре. Мы оба туда входим, Андрей. Я просто очень хочу, чтобы мы не зря вот это слово туда внедрили, в эту группу, потому что очень много споров было. Обратили на это внимание. Очень важно делать такие связующие нити в нашем городе. Я-то, конечно, настаиваю, чтобы это была не просто велодорожка, а чтобы это была дорожка для велосипедистов и пешеходов. Чтобы можно было маме с коляской, которая все равно рванет по этой дорожке гулять вдоль берега. Чтобы можно было там вот таким, как я, скандинавским ходокам взять палки и пройти нормальную трассу. Там 17 километров, по-моему, да? 17 километров. Весь вопрос будет заключаться, естественно, в бюджете. И это серьезный вопрос. Но уж если делать, на мой взгляд, то делать так, чтобы всем было место, чтобы интересы не сталкивались и чтобы всем было место. Я лично ставлю для себя это задачей на следующий год, чтобы такой проект был разработан, утвержден и финансирование найдено, и чтобы работы в этом направлении пошли. Мне кажется, что это будет еще одна очень хорошая история по увеличению трафика в сторону Дендропарка, да? Это будет вообще идеальный вариант. То есть у нас сейчас, к сожалению, из центра города некуда особо проходить на велосипеде. То есть есть колесо истории наше, которое уходит в Заречный парк, но оно пока заканчивается летучим кораблем, потому что дальше там пока твердого покрытия нет. Катаюсь где-то в центре города, Октябрьский проспект, театральная площадь. Но это все неустроенное, это стихийные такие трассы получаются. А здесь хочется сделать вот так же, как сделали в Дендропарке, хорошую, освещенную, правильно утрамбованную трассу, чтобы можно было удобно и функционально передвигаться. Одна минута остается до завершения эфира. У меня вопрос, который, я уверена, задают и в соцсетях тоже. В связи с тем, что сроки были такие сокращенные, и спешно все делалось, поясне вы собираетесь обновлять слой дорожек, которые вот сейчас там щепой отсыпаны? Ну, на самом деле мы столкнулись с рядом проблем. То есть у кого есть большой опыт укладывания щепых, особенно в наших широтах. То есть так сложилось, что мы тоже там изучали этот опыт как могли. И сейчас щепа разложена по поверхности дорожки, там где-то около 3,5 километров получилась общая протяженность. И мы ожидаем, что вот с первыми потайками снега, с первыми потайками дождя, уплотнение вот этого верхнего слоя, оно произойдет. Ну, если какие-то неровности этой дорожки будут образовываться, то мы эту работу по выравниванию произведем уже весной, когда будет... Будете следить за этой историей. И еще один вопрос Андрею Березину. Вот торговый центр, который не хочется называть торговым центром, как-то надо другое название. Само здание сдастся в январе месяце. А когда весь комплекс, который вы нам описывали, будет открыт? Весной будет открыт? Ну, в марте месяце мы планируем открыть супермаркет, общепит, пиццерия. Это, наверное, апрель ближе к майским праздникам. То есть к лету уже все заработает? Ну, если никаких форс-мажоров не будет, если мы будем идти в своем графике, то да, я думаю, что, может быть, 8 марта уже откроется супермаркет у нас. Чего нам всем и желаем. Спасибо большое, друзья, за участие в программе. Это была программа «Урбан». Мы рассказывали о развитии проекта «Дендропарк. Новая жизнь». У нас в гостях был Юрий Перминов, исполнительный директор компании «Железно», Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, соучредитель компании «Система Глобус», Вера Власова. Как ты хочешь, чтобы тебя представляли? Вот все, что вы называете. Общественный активист, журналист, руководитель пресс-службы КССК Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, общественный активист, член рабочей группы «Киров-меняевица». Во втором части вернемся уже с дневным разворотом. «Урбан» – программа о городских проектах.